Виолетта занимается блогерством с 2023 года. Как только на базе Центра Движения Первых открылось медиапространство, девушка сразу же записалась в ряды медиаволонтёров. Ребята здесь снимают ролики про спортивную и активную жизнь молодёжи. Хочется брать интервью, писать тексты, монтировать и фотографировать. Недавно Виолетта попробовала себя в качестве волонтёра на Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», который проходил в Ханты-Мансиске. Для меня работа в медиа-центре – это возможность совершенствовать свои навыки, развиваться. И также мы проводим обучение для ребят. Я обучаю их, как правильно работать с социальными сетями. Мы разбираем там, как правильно делать монтаж, редактировать там текста различные. И в принципе у нас здесь достаточно много работы и есть чем заняться. В основном в школе занимаются ребята старших классов. Яна Конева и Екатерина Орлова стараются посещать все мероприятия вместе. Они работают в команде. Все видеоматериалы участники медиашколы публикуют в группе проекта в социальных сетях. На съёмку, наверное, мы тратим от часа до двух. А на монтаж видео, наверное, где-то час. В основном там ещё зависит от того, сколько материала мы наснимали, какой сложности материала. Также мы делимся с Яной на разные задания, на разные, получается, блоки. Например, она пишет текст, а я монтирую. Или наоборот. У кого как лучше получается. Для меня работа в команде – это большой навык, потому что каждый из себя может проявить в своей любой сфере, в которой он хочет. Он может понять, что у него больше получается, что у него лучше получается. Также колоссальная поддержка бывает от ребят. Это большой плюс. То, что ты не остаёшься наедине со своими проблемами и можешь с ним делиться. Медиа-центр открылся всего два месяца назад. Но у него уже есть первые успехи. В феврале активисты участвовали в Югорском межрегиональном конкурсе «Медиа Хакатон». Конкурс проходил онлайн. Белоярская команда «Микс» попала в число призёров. Многие видео, которые они сами смонтировали, разработали и сделали, были отмечены на региональном уровне. Видеосюжеты и видеоразвлекательного контента уже были размещены в региональной группе. Сейчас девочки нарабатывают свои навыки в планах развития медианаправления на территории Белоярского района. Ангелина Кузнецова, Егор Кабаков из Белоярского. Специально для телеканала Югра.